Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем канале Сладкий Персик. Сегодня у нас еженедельная рубрика находки с маркетплейсов, и мы с вами сегодня поговорим о Пасхе, потому что она уже скоро, 5 мая. Я бы советовала заказать вам пасхальные товары уже сейчас, потому что пока вы закажете, пока выберете, пока они приедут, пока вы дойдете до пункта выдачи, пока посмотрите, вдруг что-то еще пойдет не так, мало ли, там вдруг цвет могут не тот прислать, или вам просто не понравится, можно будет это перезаказать. Поэтому смотрите видео, вспоминайте, что вам не хватает, и заказывайте товары. И первый товар, это, конечно же, форма для куличей. Кстати, посмотрите, какой у нас есть красивый кулич, мы его сняли сегодня, мох вот этот вот съедобный мы тоже сняли сегодня, глазурь, французская меренга мы тоже сняли сегодня, все рецепты есть на канале, если пока что нет, то выйдут прям на днях, посмотрите, какой он красивый. И чтобы такой кулич испечь, нам, конечно, понадобится форма. Если честно, раньше приходилось делать формы из фольги, из пекарской бумаги, что только мы не делали, даже в жестяных банках пекли, и теперь я просто заказываю бумажные формы на маркетплейсах. Вот, поэтому последуйте этому совету, закажите красивые бумажные формы, такие, которые подойдут к вашему интерьеру, потому что формы есть и однотонные, и с узорами, и со всякими зайчиками, они вообще очень классные. И еще я советую, конечно, заказывать форму разных размеров, чтобы вы испекли разные по размеру куличи. Например, вот такой вот, или вот такой совсем крошечный порционный, вот эти вот маленькие куличи, их очень выгодно и удобно и красиво дарить в качестве подарка. Какие-то конкретные формы я советовать не буду, их очень много, посмотрите на скрины, выбирайте, просто вводите в поиски бумажные формы для кулича, и все, и выбирайте те, которые вам понравятся. Второй товар, который точно лучше заказать на маркетплейсах, а не купить в магазине, это пищевые красители. Для чего они нужны? Например, если вы захотите сделать вот такой вот зеленый мох, вам понадобится, конечно, зеленый краситель. Не тот, который используется для яиц, потому что он часто бывает сухой, это в таблетках, а такой специальный пищевой краситель, универсальный, который можно добавлять в кремы, добавлять в бисквиты. Например, популярный бисквит красный бархат, да, он делается тоже с пищевым красителем, с красным. Можно тоже использовать для краски яиц. Например, у нас на канале скоро выйдет рецепт по краске яиц с помощью риса, и как раз вот такого вот красителя. Эти красители продаются в тюбиках, они в такой гелевой форме, желеобразной, можно сказать. Бывают абсолютно разных цветов, они очень удобные, они долго не портятся, потому что открываешь тюбик, выдавливаешь, буквально 2-3 капли красителя, тюбик закрываешь, и он хранится. Например, мы открывали красный-синий красители недели 3 назад, и они выглядят прям как новые, ничего там не пересохло, все хорошо, цвет не потеряли. Еще классно, что такие красители, они очень интенсивные, буквально там 2-3 капель на вот такую вот чашку крема хватает, чтобы крем покрасился в нужный нам оттенок. И такие красители, конечно, можно использовать не только на Пасху, хотя на Пасху можно вот эту вот глазурь для кулича, шапочку, да, которую мы обычно белую делаем, и можно сделать, например, розовый или нежно-голубой, таком небесного красивого цвета. Мне кажется, это очень интересно и необычно. Всего-то нужно приготовить глазурь по привычному рецепту и добавить пару капель красителя. Ну или просто там, не знаю, тортик будете на день рождения готовить, капнули немножко красителя, и получился у вас такой яркий, красивый тортик, необычный. Пищевых красителей на самом деле и на Озоне, и на Валберес, и на Индекс Маркетинг. Очень много, можете выбирать те, которые вам больше нравятся, по цене, по цвету, по размеру. Можно в наборе сразу купить, можно купить какой-то один цвет, который вам нужен. У меня, получается, был красный, синий и зеленый, я свои вот брала вот здесь, артикулы вам оставила. Третий товар, который точно нужно купить на маркетплейсах к Пасхе, это, конечно же, кондитерские посыпки. На самом деле их достаточно много сейчас в магазинах, но на маркетплейсах вы можете посмотреть, выбрать по картиночке, по фотографии те, которые вам нравятся. Можете заранее как бы придумать в голове композицию. Если вы там печете много куличей, будете их дарить, или там красиво как на стол поставите, можно прямо подобрать классные красители по цветам или по тематике, потому что есть посыпки в форме птичек, в форме сердечек, просто в форме жемчужин. Абсолютно разные, поэтому я точно бы советовала заказывать посыпки на маркетплейсах. Тем более, что они хранятся очень долго, вкус их не портится, ну, главное, хранить их в какой-то герметичной таре с крышкой. Просто вводите в поиски кондитерская посыпка и смотрите, какая вам больше понравилась. Четвертая находка с маркетплейсов, которая классно подойдет для Пасхи, хотя сам этот товар не пасхальный, не тематический, это вот такие вот классные кролики или зайцы. На самом деле это с солонкой-перечницей, здесь вот есть дырки, но, честно сказать, по назначению я их ни разу не использовала, они у меня просто все время стоят для пасхального декора. Они классно смотрятся на фотографиях на столе, и мне кажется, их тоже можно подарить в подарок, даже можно купить две штуки, в наборе у меня было две штуки, вот, и как бы один подарить одному человеку, другой другому. Не знаю, там можно взять маленькую какую-то плетеную корзинку, положить туда маленький кулич, который вы испечете в маленькой бумажной форме, одно пасхальное яичко, например, пару конфеток вот такого кролика. Мне кажется, это будет очень красиво. Я своих зайцев брала на озоне, вот здесь вот есть артикул. Пятый пасхальный товар с маркетплейсов, который может вам пригодиться, но только если вы эстет и любите красоту, любите какие-то красивые сервировки, красивые фотографии, можно попробовать заказать на маркетплейсах вот такой вот красивый мох. Еще раз скажу, что он несъедобный, если вам нужен съедобный, вот, пожалуйста, есть рецепт, им можно кулич украсить. Но тот, который вы закажете, его можно использовать для декора, но он, мне кажется, на пасху смотрится просто потрясающе, вместе с яйцами, с пасхальными, вместе с перепелиными яйцами, они прям классно подходят, вместе вот с этими зайчиками, например. Поэтому вот вам артикул, если тоже любите декорировать, обратите на него внимание. Шестой товар в нашей подборке, про него я уже говорила ранее, но в пасхальную подборку не включить его просто не могу, это татуировки для яиц. Это на самом деле обычные переводные картинки, переводные татуировки, которые мы раньше в детстве там на руку клеили водой, помните, наверное, цветные были всякие, там черно-белые, и сейчас такие же делают специально для пасхальных яиц. Или вы можете просто купить обычные переводные татуировки, которые вам нравятся по дизайну, и использовать их для пасхальных яиц. Вам не нужно никаких специальных инструментов, вам не нужен даже краситель, мы просто купили эту картиночку, вырезали узор и с помощью воды, ну, по обычной инструкции, все как всегда, перевели картинку на яйцо, наклеили, держится прекрасно, мы проверяли, нам этот способ очень понравился, и мне, если честно, такие яйца нравятся больше, чем просто покрашенные. Конкретный артикул я давать не буду, потому что, ну, это все субъективно, я не знаю, какие картинки вам больше нравятся, конкретно вот эти вот можно найти в Ашане, ну, не знаю, как сейчас, я их достаточно давно там видела, но вообще просто вводите переводные татуировки или татуировки для яиц, и на маркетплейсах вариантов просто очень много, выбирайте, которые вам нравятся больше. И седьмой, последний товар в сегодняшней нашей подборке, это форма для творожной пасхи. На самом деле, у меня несколько таких форм, у меня раньше была и пластиковая, она сейчас тоже где-то лежит, деревянная, и моя любимая, это старая глиняная цельная форма, которая досталась мне от бабушки, я не знаю, сколько ей лет, наверное, лет 50-60, потому что она ей досталась от ее мамы, то есть от моей прабабушки, эта форма уже вся там много раз склеена и переклеена, но она прям очень удобная, мне она очень нравится, и я чаще всего готовлю пасху в ней. Но сейчас существует очень много пасхальных форм, и если вы еще никогда не готовили творожную пасху, обязательно сделайте, потому что это очень вкусно, и у нас на канале есть рецепты творожной пасхи, которая не стоит часами в холодильнике, ее не нужно подвешивать на балконе, ничего там не будет стекать, эта пасха готовится в морозилке, поэтому обязательно посмотрите, если вдруг не найдете, напишите в комментариях, я вам под этим видео оставлю ссылочку. Ну так вот, красивую пасху, вот эту вот, да, пасхальную творожную, ее без формы просто не сделать, поэтому форму я советую вам заказать заранее, подобрать по размеру, и обязательно, когда она вам приедет, посмотрите на качество, и посмотрите, как хорошо она держит стуки, чтобы вот эти вот, ее стороны крепились хорошо, и вам не пришлось бы их дополнительно чем-то связывать, там, какими-то веревочками или резинками, это очень важно. Короче, форум для пасхи тоже очень много, просто вы идите в поиски, но мне больше всего визуально понравились вот эти. Артикулы я оставила здесь на скринах, можете посмотреть, почитать отзывы, и заказать. Друзья, на сегодня все, все пасхальные товары мы с вами обсудили, точнее, все пасхальные товары первой необходимости, ну, кроме мха, пожалуй, мох не первой необходимости, он зато очень красивый, поэтому пишите ваши вопросы в комментариях, пишите ваши пожелания, какую подборку вам сделать в следующий раз, и увидимся. Всем пока!